Приветствую всех уважаемые коллеги трейдеры на торговой сессии вторника на календаре 5 октября мы продолжаем анализировать рынок используя математическую модель поведения цены. Итак, начнем по традиции с индекса S&P 500. Вчера его как видим неплохо так подслили, была прямая свеча на открытии или даже на премаркете, нет, на открытии американской торговой сессии. Поэтому сегодня у нас фактически будет с вами, как обычно, наверное, или нетипично для S&P 500 два варианта развития событий. Во-первых, у нас есть размерности, которые вроде как отработали, но будем ориентироваться, может быть они еще скажут свое веское слово в продолжении нисходящего движения. Но по большому счету, если так глянуть, благодаря вот этому вчерашнему срыву, что мы не пошли наверх, а пошли именно в нисходящем направлении, у нас опять образовалось две зоны ликвидности. Сейчас мы посмотрим, где они. Так, вот одна зона ликвидности. Сверху, это у нас граница, отмечайте себе, значит, граница 43.97 и диапазон 44.19-44.41. И нижняя зона ликвидности это 42.31-4208-4186. То есть, собственно, сценарий у нас здесь будет, как обычно, построен вокруг этих зон ликвидности. То есть, то, что мы обычно с вами отрабатываем. Ну, для начала я все-таки надеюсь, что мы сходим в нисходящем направлении, отработаем зону ликвидности снизу, заодно выполним вот эту размерность, которую мы с вами когда-то чертили. То есть, сходим примерно вот в эту область. Ну, а затем уже из этой области пойдем в восходящем направлении, продолжим бычьи ралли. Сейчас уже в течение нескольких дней, как видим, тренд у нас поменял направление и двигается вниз. Поэтому, возможно, не исключен такой вариант, что рынок быков сменился на рынок медведей. И сейчас нужно еще немножко подпродать эти инструменты для того, чтобы они немного сбросились. Ну, а затем уже начнем закупаться по полной. Поэтому придерживаемся пока такого сценария. Что касается размерности, то, в принципе, эта размерность, ну, та, которая была выполнена ранее, она нас плюс-минус и должна привести к верхней границе нижней зоны ликвидности. Поэтому рассчитываем на это движение. Продавать лучше всего не с текущих позиций, а чуть-чуть подождать, когда у нас цена дойдет до котировок 4309-4321. Здесь у нас зеркальный уровень, который пока еще не отработал. Это 43.14. И от него можно пробовать шортить дальше этот инструмент до указанных целей. Евро-доллар. Сходив по трехсоставному движению, вчера верхняя зона ликвидности скорректировался. Но обратите внимание, он не преодолел вчерашний пивот. То есть минимум вчерашнего дня. Это значит, что пока нам нельзя сказать однозначно, что мы пойдем в нисходящем направлении. И есть очень большие шансы, что мы с текущих позиций пойдем вверх. И движение у нас будет уже вот по такой размерности идти. То есть по всему восходящему движению. И целевая точка будет находиться в котировке 1.1664. Такой, наверное, основной сценарий у нас будет на текущий момент. Тем не менее, здесь возможны различные вариации, различные исходы, различные сценарии. Но мы для себя будем рассматривать пока что именно этот. Причем в этом восходящем направлении, обратите внимание, мы рассматривали смену тренда. И нам нужно было повышение волнового уровня. Если в текущей волне цена преодолеет вчерашний максимум, то это как раз и будет повышение волнового уровня. И здесь можно будет закупаться уже на среднесрочные цели. С первым тейк профитом в котировке 1.1750 и вторым тейк профитом в котировке 1.1900 ровно. Идем далее. Фунт. Фунт продолжил восходящее движение. Как видим пока что нет каких-то особых предпосылок к тому, что мы должны вот-вот свернуть вниз, кроме разве что образовавшейся локальной дивергенции. Но мы с вами знаем, что дивергенция это всего лишь отражение того, что происходит на графике. Это не причина того, что мы должны вот-вот взять и развернуться. Поэтому мы будем все-таки прагматичны и рассматривать рынок с позиции спроса и предложения. Сейчас спрос на фунт возвращается. Закрываются вот эти срывы цены. Докуда нам их нужно закрыть? А вот примерно до этой котировки. Почему до этой котировки? Ну потому что в последний раз Америка у нас была именно здесь и здесь. Ну потом у нас произошел на Европе срыв цены, но и Америкосам нужно как минимум дотянуть цену вот до этих пределов. Потому что до этого они были только здесь. До суда мы цену как видим вчера дотянули. Теперь нужно затестировать следующие цели. 1.3667 наша цель по восходящему движению. Если с текущих позиций покупать, профит получается 58 пунктов, стоп лоз где-то 29 пунктов. Плюс-минус 1 к 2 соотношение выдерживается. Но эта сделка не очень хорошая, потому что тренд у нас здесь явно пока еще остается нисходящим. Как видим мы сейчас как раз находимся у верхней границы трендового канала. Поэтому будьте осторожны. Если вы с текущих позиций решите шартануть фунта по отношению к доллару, я это пойму. Если вы решите прямо сейчас зайти в лонг, то лучше не надо этого делать. Давайте подождем какой-то более понятной ситуации. Идем дальше. Доллар японская иена. Здесь у нас практически нет изменений. Рассматривали мы шорт от указанного на графике диапазона. Это у нас был диапазон 111.330, 111.396. Но как видим мы немножко до него дотянули. Не знаю как у вас, у меня ордер лимитный не открылся, поэтому цена ушла в нисходящем направлении без меня. Что же делать теперь? Ну во-первых, если мы не можем таким образом пойти в нисходящем направлении, мы конечно пробили немножко локальный минимум, но опять не пробили максимум. Поэтому какой-то непонятный флэт начинается у цены. Здесь можно рассмотреть еще вот такой вариант развития событий. Когда мы чертим наклонную трендовую линию, видим, что мы ее пробили. Теперь нам необходимо дождаться коррекции. И затем на повышении волнового уровня можно будет присоединиться к движению и зайти в лонг. Присоединиться имеется ввиду, что мы предполагаем, что это коррекция у нас. А то, что было до этого, это главное движение. Поэтому, что сейчас, мы ждем коррекции, ну примерно в область, что это у нас, 110, 940. И после этого при повышении волнового уровня залетаем в лонги. Что нам нужно для того, чтобы открыть сделку в шорт? Ну, по большому счету, у нас сейчас продолжается коррекционная волна. И для того, чтобы нам открыть сделку в шорт, нам нужно, чтобы эта тенденция закончилась. Соответственно, при появлении волны в БЦ, мы построим наклонный трендовый канал. И при пробое этого наклонного трендового канала, откроем сделку в шорт. Ну, или можно дождаться достижения одного из уровней сопротивления. Но, что касается уровней сопротивления, мы их сейчас, конечно, с вами немножко подтянем. Исходя из тех изменений, которые претерпел рынок за последний день. Но, тем не менее... Я просто смотрю, что мы потихоньку подбираемся. В цене из текущих позиций, если будет какой-то рывок, то отсюда нужно будет вручную открывать сделки в шорт и уходить в нисходящем направлении. То есть, ждать ухода цены в нисходящем направлении. Размерность нам позволяет достаточно много еще вниз пройти. Потенциал в целом хороший, более 120 пунктов. Но мы можем тормознуться и на первом потенциале 110-500. По той размерности, которая указана у нас на графике. Идем дальше. Доллар-канадец. Доллар-канадец вчера за счет укрепления нефти скаканул вниз. Отработали мы нижнюю зону ликвидности, которая у нас была не отработана. Сделали небольшую коррекцию. И сейчас цена стремится снова в нисходящем направлении. Чего ждать от канадца? Ну, на самом деле, тренд у нас здесь до сих пор продолжается нисходящий. Поэтому основная идея будет это снижение вниз примерно на 90 пунктов. Но давайте посмотрим, какие перспективы вообще здесь есть. Возьмем, наверное, самый локальный диапазончик. И видим, что он нас приводит в район уровня 1.24.28. Мы отмечали себе этот уровень. И здесь же у нас есть размерность старшего таймфрейма. Так что эта цель, можно сказать, практически такая очень серьезная. Дальше рассмотрим вот это колено. Но здесь меня смущает вот эта шпилька. Я бы не стал на нее особо ориентироваться. Но давайте даже так, просто квадратиком отметим эту цель. Как будто бы она у нас есть, но мы на нее особо не ориентируемся. Так, и что еще здесь можно рассмотреть? Ой, не то схватил. Так. И вот эта среднесрочная цель. Она более близкая. Но здесь есть еще одна цель. А еще одна цель, она уже отработана. Все. То есть осталась у нас пока что ближайшая среднесрочная единственная цель. Это 1.24.68 и 1.24.94. Что касается структуры движения, ну давайте посмотрим. Структура движения нам говорит, что мы можем прийти как раз по размерности старшего таймфрейма. Что касается вот этой размерности, ну я не знаю. Пока что ничего не указывает на то, что мы должны прийти в этот диапазончик. Поэтому на нее ориентироваться особо не стоит. Ну просто нужно иметь ввиду. В общем с текущих позиций, поскольку у нас тренд явно сменился на нисходящий. Мы с вами рассматриваем в приоритете шортовые позиции. Цели мы указали. Далее доллар-франк. Доллар-франк снизился до своего целевого диапазона. Отработали мы размерность. Немножко больше даже прошли. И после этого скорректировались. В принципе очень хорошее движение получилось. Так, дальше. Что мы будем делать дальше? Дальше мы с вами будем рассматривать дальнейшие шорты. Так, сейчас мы находимся в районе уровня минимальной коррекции. Здесь. Здесь. Так, в районе этих уровней минимальной коррекции. Ну, что-то я не вижу, чтобы мы должны прямо сейчас спуститься вниз. По-видимому, этот уровень будут проторговывать. Поэтому, если кто-то уже здесь открывал позиции, то рекомендую вам немножко подождать вот до вот этого диапазончика. Так. Сейчас, секунду. Вот он, этот диапазончик. Это у нас получается 0.92.82, 0.92.89. Вот отсюда можно будет уже шортить и стоп-лосс за ближайший экстремум. В принципе, идея хорошая. Цели по походу вниз. Это наша зона ликвидности. Неотработанная. Мы ее с вами ранее отмечали. 0.92.070, 0.92.892. Австралиец доллар все-таки не сделал нормальную коррекцию. Не было у нас точки входа, кроме вот этой маленькой, но по ней я не заходил. В итоге, оттестировали мы нижнюю границу верхней зоны ликвидности. Осталось у нас еще два целевых диапазона ликвидности, неотработанных сверху. Но я думаю, что мы их отработаем. Смотрите. После вчерашнего взлета вверх сегодня вниз мы прошли, выполнили коррекцию, которая у нас была. Не то, чтобы мы какую-то конкретно размерность выполнили, но диапазон, который образует две коррекции, мы оттестировали успешно. Что касается уровней Fibonacci, то я не отмечал их себе, потому что австралиец часто не торгую. Но видим, что мы чуть-чуть не дошли до уровня минимальной коррекции. Поэтому здесь, если смотреть именно по всему этому движению, то мы не дошли. А если смотреть по этому движению, то очень даже хорошо дошли. То есть это как раз была верхняя граница. Поэтому, значит, что сейчас? Сейчас у нас в приоритете остаются покупки по австралийцу. Тренд восходящий мы вроде бы преодолели. То есть тенденцию сломали. Повышение волнового уровня у нас было. Поэтому пока что мы рассматриваем с текущих позиций лонги. И ближайшая цель это уровень 0.7387. Но этот уровень, он после пробоя локального минимума, скорее всего, уже немножко устарел. Поэтому мы сейчас немножко посмотрим, как нам обновить цели. Да, уровень немножко устарел. Ага, вот это вот я и не ожидал. Обратите внимание, я такого, конечно, не ожидал. Что-то я прошляпил этот момент. Уровень минимальной коррекции, который идет по всему нисходящему трендовому движению, мы вчера тестировали не просто ювелирно, а с погрешностью практически в один пункт. Можно себе этот уровень просто отметить, чтобы узнать, что он там есть. Но, конечно, точка входа была идеальнейшая. Но вот я ее прошляпил. В иах. Бывает. Так, ну теперь мы будем ждать тогда движения к уровню глубокой коррекции. Уровень глубокой коррекции 0.7369. Это наша цель по восходящему движению. Что касается циклического диапазона, то здесь у нас один диапазончик, как мы видим, уже отработан. Тоже он находился вблизи. Следующая цель мне не очень нравится, потому что шпилька. Очень высокая шпилька, очень маленькое тело свечи. То есть диапазон прямо уходит достаточно далеко. Поэтому, значит, что мы будем сегодня делать по австралийцу. Можно попробовать его отработать по вот этому локальному движению. И оно нас как раз приводит к... к нашему уровню сопротивления. Но это все-таки локальная цель. И все-таки здесь вот эта шпилька, она меня по-прежнему смущает. То, что они совпадают, не обращайте на это особого внимания в данном случае. Но вообще мы двигаемся именно по таким целям. То есть вот у нас есть размерность. И мы по этой размерности видим, ну, плюс-минус, где-то близко приходим именно в вот этот диапазон. Идем дальше. Новозеландец. Новозеландец сделал предыдущую коррекцию. Сейчас тоже стремится в восходящем направлении. Верхняя зона ликвидности оттестирована. Нижняя не оттестирована. Но тренд здесь тоже явно сменился на восходящий. Почему? Да потому что мы не просто пробили наклонный трендовый канал. Мы еще и сделали повышение волнового уровня. Вот оно. Раз, два, три. Поэтому сейчас, собственно говоря, приоритет здесь за покупками. Что касается ближайших целей. Во-первых, здесь есть зона ликвидности неотработанная сверху. Это у нас, ну, примерно район уровня 0.71200. А что касается ближайших целей. Давайте посмотрим. Ну да, в принципе, что локальная, что глобальная цель. Они здесь особо не отличаются. Поэтому можно себе сразу отметить среднесрочную цель. Это 0.70218 0.70364. Золото. По золоту мы вчера рассматривали покупки от двух уровней поддержки. Как видим, цена немножко не дошла до этих уровней. Раньше улетела наверх. Ну и честно, от тех объемов, которые здесь указаны, у меня уже глаза пестрят. Поэтому не хочу я с ними больше связываться. Сейчас их нафиг удалю. Все. Теперь будет чистый график. Накинем объемы тогда, когда будет для этого необходимости. Сейчас не хочу. Так. Значит, что касается вчерашних тенденций. Ну, дивергенция у нас уже отработала. Я думаю, про нее нет смысла говорить. Здесь у нас образовалась теперь глобальная дивергенция. То есть, мы имеем в виду вот эту вершинку и вот эту вершинку. И видим, что на моментуме у нас также есть снижение. Поэтому, по сути, мы здесь можем отработать и глобальную дивергенцию. Но только теперь мы уже будем строить ее, скорее всего, вот где-то вот так. Вот такой трендовый канал. То есть, по сути, если мы пробьем этот трендовый канал и полетим вниз, мы можем отработать размерность этого канала. Половина это будет Take Profit 1, но и весь канал это будет Take Profit 2. В любом случае, тенденция на старшем таймфрейме, она у нас остается неизменной, поскольку, как видим, мы вернулись снова над ключевой уровень 1758. И сейчас мы ожидаем дальнейшего роста по золоту. Это наша цель. Ближайшая котировка это 1779.74. Серебро. Серебро вчера пофлетило, причем этот срыв, может быть, сегодня он даст нам возможность поиметь еще одну структуру вложенного дня. Но посмотрим, как это будет. В любом случае, мы не выполнили, к сожалению, коррекции к нашему ключевому уровню. Поэтому будем просто ориентироваться на размерность. С текущей позиции, если кто-то уже прям сильно хочет, можете заходить в ланги. Цель у нас будет в диапазоне 2357-2366. Но будьте внимательны, возможны какие-то коррекции и развороты в районе верхней границы ранее пробитого флетового диапазона. Такие у нас дела по серебру. Тут особо ничего не меняется. Нефть марки Brent. Вчера очень хорошо выстрелила. Сейчас пока что находится во флете. Но это, как видно, не предел. Мы не просто сходили наверх, мы пробили трендовый канал и пытаемся закрепиться выше него. Поэтому здесь однозначно мы будем пока что рассматривать дальнейшие ланги. И давайте посмотрим, докуда же мы их будем рассматривать. Так, возьмем коррекционное движение. Ну, в общем-то, цель уже не за горами, как видим. Это у нас получается 82-29, 82-81. Ближайшая цель. Более дальняя находится в районе 83-78-84-43. Это уже такая среднесрочная цель. Ну и давайте отметим тогда сразу самую дальнюю, где-то по 4-часовому таймфрейму. Это у нас будет цель 85-48-86-29. Теперь самый главный вопрос, который, наверное, многих волнует. А что нам делать с этими целями? Да все очень просто. Смотрите, мы ждем, когда у нас цена достигнет первого диапазончика. Если это максимальная цель, то мы просто свалимся вниз и дальше будем уже искать шарты, а не ланги. Если же мы после этого сделаем какую-то коррекцию предыдущей проторговки и пойдем в восходящем направлении с обновлением локального максимума, то здесь можно просто зайти по рынку, отработать движение до следующей цели. Причем обратите внимание, чем дальше мы идем, тем, наверное, больше шанс, что мы поймаем хорошую волну шарта. Но это не значит, что нужно бездумно открывать контртрендовые сделки и просто заходить в шорт при восходящем тренде. Это очень глупо. Тем более, что из-за вчерашнего вот этого движения у нас все дивергенции, которые здесь были, ушли в согласование. Причем, как видим, это самый большой выброс рынка за последние несколько даже месяцев. Больше не было. Единственное, с чем это можно сравнить, это с движением, которое у нас было, какое это число, это 21 июля, но и то эти вершинки, они почти равны. То есть можно, конечно, взять и рассмотреть вот такую дивергенцию и сказать, что да, действительно здесь возможен разворот. И вы, в принципе-то, будете правы, но только для подтверждения разворота вам нужно не просто нарисовать дивергенцию и сказать, что ага, здесь будет разворот. Нужно нечто большее. Но у меня нифига истории не хватает. Я не буду что-то ее загружать, чтобы поискать вершинку, от которой мы можем оттолкнуться. А просто будем ждать разворота рынка. Ну, пока что то, что я вижу по вот этому глобальному трендовому каналу... Откуда я его построил? А, он меня неправильно построил. Вот так. Вот. То есть по вот этому трендовому каналу, что я вижу, мы можем еще чуть-чуть подрасти. Как раз нарисовать здесь локальную дивергенцию и после этого уже пойти в нисходящем направлении. То есть это вот такой сценарий, если хотите по шорту, наиболее вероятный. Больше я здесь рассматривать ничего не буду в шорт. Доллар-рубль закономерно просел из-за движения нефти. Пока что мы закрепляемся ниже котировки 72-58, поэтому если мы закрепимся и дальше, ниже трендовой линии, то не исключено, что пойдем вниз к более дальним целям. Это у нас 71-87, следующая цель. Она как раз у нас идет, по-моему, по вот этой даже размерности. Сейчас посмотрим. Даже чуть-чуть дальше уходит, но ничего страшного. Это у нас первая цель по нисходящему движению. Так, и биткоин. Биткоин. Вчера я рекомендовал открывать селл-стопы. Примерно либо от этой позиции, либо от этой позиции. Меня вот эта штука смущала конкретно. Ну и, ребят, если кто-то открывал селл-стопы с более ранних позиций, ну, извиняйте, как бы такие ситуации тоже случаются. Не всегда нужно быть правым. Ну, а те, кто открывал с нижней позиции, то у вас сделку вообще не зацепило и, в принципе, должно быть все хорошо. Так, ну, сейчас у нас продолжается определенно восходящее движение. Мы ожидаем подъема в 52-140. Это наша цель. Оттуда, думаю, что шортить не будем, но подождать какой-то коррекции, чтобы еще раз закупиться и отработать продолжение по более старшей размерности. Эта размерность, по-моему, даже дневная, если я не ошибаюсь. И это у нас будет цель 63-300. И даже, скорее всего, обновление глобального максимума. Да? Нет. Обновление глобального максимума не будет, но будет цена подходить достаточно близко к этим котировкам. Что касается биткоина на ближайшее время. Вот этот диапазончик у нас, наверное, больше уже не актуален. Здесь мы построим потом другой, когда у нас будет коррекционное движение. Ну, а, кстати, вот если говорить про коррекционное движение, если оно таки последует от указанного уровня, то здесь есть, опять же, несколько размерностей, на которые мы можем уйти. Размерность, например, 1 как раз нас приведет в район вот этого зеркального уровня. То есть ее можно считать за истинную. Дальше есть множество мелких размерностей, которые мы не будем рассматривать, потому что это нафиг не надо. И есть размерность номер 2, которую мы выполнили как раз вчера. Это нас приведет в район вот этой проторговки пробитой. То есть если мы сейчас одним движением достигнем, то, в принципе, что эта размерность, что эта размерность, она будет истинной. И оттуда можно будет рассматривать ланги. На сегодня у меня все. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Также не забывайте, что вам доступны ссылки для мониторинга счетов на Амаркетс, где у нас стоят торговые роботы. Вы можете понаблюдать. Если вас заинтересует, обращайтесь ко мне по вопросам его аренды и приобретения. Мои контактные данные. Galaxy.com, это логин в Telegram или Instagram. Желаю вам всего доброго. Пока.